Депутаты ЗАГСобрания области через суд будут требовать от губернатора исполнить закон о приватизации. Обстановка вокруг нового регионального нормативного документа накаляется. На минувшем заседании народные избранники приняли поправленный закон о приватизации госимущества региона. Он нужен для того, чтобы сделать передачу государственных предприятий в частные руки, публичной. До этого госимуществом, по сути, мог распоряжаться губернатор вместе с профильным департаментом. И депутатов ЗАЭС насторожила информация о передаче администрации региона в частные руки, важных для области предприятий. Дело в том, что в октябре месяце стали поступать такие тревожные слухи, информация о том, что уже чуть ли не в текущем, в 2020 году, в план текущей приватизации будут внесены такие важные для экономики, такие, можно сказать, структуры, образующие предприятия, как ВладимирТеплогаз, а это почти 30% теплового хозяйства Владимирской области. Это акционерное общество, но 100% факций принадлежат Владимирской области. Такое предприятие, как государственное предприятие дорожно-строительное управление. А это вот те самые предыдущие, про которые мы говорили, 5-6 миллиардов на содержание, на обслуживание дорог. Чтобы без ведома народных избранников обл. администрация частникам ничего не передавала, и был подписан закон о приватизации. Действовать он начал, но, по мнению депутатов, команда Сипягина не желает его исполнять. Дело в том, что принятый закон, он предполагал, что вообще в последующие периоды до сентября, в законодательное собрание, до 1 сентября должен носиться прогнозный план приватизации на последующий плановый период. Но в текущем году, до 15 декабря, должен был такой план внестись. Но, к сожалению, исполнительная власть, подписанный губернатором закон, не реализует. Мы вынуждены обратиться в суд, мы настаиваем, чтобы процедуры приватизации государственного имущества Владимирской области проходили гласно, в рамках законодательства, то есть в рамках того закона, который принят и подписан губернатором. И мы настаиваем на том, чтобы прогнозный план приватизации объектов госимущества 2021 года был нанесен в текущем году, нами рассмотрен и утвержден. Только после этого он должен начать работать. Продолжение следует...